моя права будет называться от плача к радости она будет как бы параллельно идти со словами принципе меня два названия до от плача к радости и воля божия и обетование это путь к радости потому что когда мы исполняем волю божию далее или обетование мы потом увидим что это приводит нас к радости и знаете я когда готовился к этой теме то я начал вспоминать какие же радости в моей жизни были на тик проповедник по любому он должен что-то вспомнить своей жизни потому что ну есть писание есть божие слова но все-таки что-то ты должен как-то проходить своей жизни я начинал вспоминать и думаю о вот вот это да а потом думаю нет это не похоже там не был психологический срыв а потом я радовался думаю об этом точно говорить не надо потом мы идем дальше идем дальше о вспомнил потом подумал не это после того я узнал что не мне не так очень очень плохо как плохо моему брату которому вообще все плохо то я мне мне показалось что мне хорошо я начал радоваться а потом подумал на не но я же не буду это же как-то не по-христиански проповедовать но как то как я могу радоваться тому кому плохо но вы знаете самое что самое что важно на самом деле что в конце жизни мы все придем в в состоянии радости по любому но я надеюсь что нет нет психического срыва знаете от настоящей радости мы придем и будем радоваться об этом будет писание я хочу зачитать вот стоит денис на что-то не то да что-то не он хочет что-то покрутить нажать выключить вниз потянуть да он видите он вверх тянется он тянется вверх все окей круто да послушный микрофон хорошо сейчас хорошо нормально хорошо возвращаемся к проповеди исайя 61 глава здесь такие слова с 3 по 6 стиха господь говорит и возвести цветующим на сегодня что им вместо пепла даст украшение вместо плача или и радости вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдою насаждением господа во славу его ну и там как бы дальше там да я не буду как бы читать и вы знаете что интересно что без плача и ну унылого духа не приходит какое-то утешение то есть она как бы но не придет потому что без без плача ты не узнаешь что такое радость да или без унылого духа ты не наше такое на самом деле как бы торжествовать и знаете писание говорит о том что плачущие да еще что они утешатся но в любом в любом как бы как бы состояние они они придут это состояние как бы утешения и вы знаете есть интересная одна книга которая называется пастор без слез но узнаете как бы само название но где-то не совсем соответствует ну ну правде ну возможно может быть тут пастор уже выплакал все свои слезы поэтому он уже без слез но на самом деле найти ну если человек унесет это служение он он будет сталкиваться с разными моментами которых будем говорить да и вот есть разные там названия там допустим как-то в книжном магазине раньше часто ходил по магазинам сейчас все как бы в интернете есть значит одна книжка да там как воспитывать семью в радости ну такие радостные родители папа с мамой знаете родите такие вот унылые думаю боже мой как как бы отсюда бы сбежать знаете вот так как воспитывать но опять же это все хорошо но это же не ну не вся та правда да то есть не только в радости бывает и в слезах и настолько как бы да все вот есть очень хорошая книга которая считаю называется опасное призвание ну у тебя ого что такое призвание эта книга она уже ближе говорит о реальности пасторского служения о том с чем пастор сталкивается и вы знаете что если вот кто хочет допустим да там стремится стать как бы пастором там или служителем то ему нужно так не обязательно прочитать потому что прочитая ее и думаю что охота она пропадет потому что ну жизнь она показывает что пастором приходит через несправедливости бывает такое да ты думаешь что тебе взаимно ответят на то что ты делаешь но и иногда я буду рить слова иногда но под этим да несправедливо могут поступить могут может практически то оскорбление одиночество потому что когда никто не понимает а ты уединяешься ты проводишь такую жизнь есть такой момент как перегорание когда ты все на себе знаете делаешь что приходит момент как бы перегорание вот но конечно же этот человек он должен держать марку правильно но как он скажет мне плохо он должен всегда держать марку все хорошо знаете интересно что в двухтысячных годах прямо стояла очередь вот на это служение прямо знаете все хотели стать прямо этого но ближе уже к сегодняшним годам как-то очередь она вот все меньше 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 я вас не пугаю это на эти писания ли это хорошо это доброе дело но есть какие-то моменты в жизни через которые ну реалийте жизни которые через которым мы проходим но знаете что я я сегодня буду говорить больше как бы радости поэтому я начал с такого писание говорит что что так будет не всегда что так будет знаете у одного пастора висела всегда эта вывеска такая на дверях так будет не всегда вот и знаете интересно что вчера мне позвонил сергей михайлович и сказал за одного пастора мы в прошлом году или позапрошлом да если я не ошибаюсь мы ездили в любошовку ну я там служил же вы знаете как бы да там 10 лет и знаю там одного пастора который уже служит уже больше чем я служил и вот мы когда туда приезжали то есть у нас была определенная как бы миссия там в этом месте как бы очень такая сложная как бы атмосфера сложная в том что там было убито много евреев там были евреи то они были убиты и на их ме и на их месте там просто сделали свалку поэтому там знаете вот вроде церковь начинает расти и потом бахера и разваливается потом вроде пошел рост бахера звать то есть нот и как бы очень тяжело люди как бы тяжело не хотят приходить ну как бы это может не только там но ты на я при то что я как бы ну сам там находился и вот мы я как бы знаю этого пастора и я позвонил ему он пригласил нас туда в гости когда мы с ним беседовали знаете у него большая семья много детей большой опыт служения он физически здоровый человек но мы когда с ним общались у него был такой унылый дух именно такой знаете как разочарование я помню что он говорит что если бы я знал бы через что я пройду я бы сюда бы не приехал бы просто бы вот ну знаете как иногда бог но часто бог он не говорит нам знаете если бы бог бы сказал бы моисею или там аврааму да авраам выйди но у тебя будет это это он думал сказал бы господи шо не шо крайне чешо шо дурных не мая чешо это сне ну я бог он не говорит да через что ты можешь пройти хотя в некоторых моментах он да как апостолу петру он сказал да что вот и вот и знаете и вот мы 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 когда мы общались им нас блатку побуждение помолиться и мы просто помолились из этого пастора и так очень горячо сильно с верой просто помолились и уехали уже ну и через время вот до сергей михалыч мне звонит и он говорит вы знаете это уже прошло время это не сразу там может год прошел как бы до год прошел да ведь у меня и церковь выросла у него была церковь 15 человек 20 лет 15 прекрасных душ божих которые приходили стабильно но перед 15 человек и из 15 человек церковь выросла в 120 человек знаете это я говорю что так не будет не всегда да он прошел что 20 лет были такие вот моменты но все-таки пришел какой-то прорыв как написано что вместо пепла украшения и слезы бог поменяет на радость какая-то произойдет знаете метаморфоза перемена что когда мы будем находиться ли в унылом состоянии или в таком состоянии когда ничего не меняется это произойдет об этом писание конечно же можно сказать но это же в конце жизни да ну хорошо конечно но тоже в произойти в конце жизни я хочу вам сказать что писание она да по-любому в конце жизни мы придем в состоянии радости но писание она говорит нам что не только это будет в конце жизни это может быть даже в начале пути это может быть даже в середине пути то есть это будет при жизни и смотрите давид бегал от саула сколько всю жизнь 12 лет ну как бы там как бы как бы немного как бы да если вот там авраам ждал долгожданного сына там ну 25 лет да иосиф проходил эти все несправедливые как бы моменты в своей жизни 13 лет там да там ну но и конечно там стучал топором 120 лет вот интересно что женщина доставшая судью получила я думаю там в кратчайший да я просто когда читаю эту картину я просто представляю вы представите себе да то есть судья но вы знаете да эту историю до судья такой уже пришел с работы думает отдохну все и тут вечером она кричит там петр михалыч у меня нужда он не трогай меня я занят ладно уж ушла и так приходила приходила в одно и то же время а потом смотрит оба вечером нету думаю слава богу уже она утром кричит и мы знаем как бы эту историю да интересно что это местописание она начинается такими словами именно что еще говорит это лука 18 глава 1 стих сказал также им притчу о том что должно что делать а понятно должно молиться и не унывать должно поэтому ведь у нас был молитвенный марафон и честно сказать спасибо что вы присоединились к этому марафону потому что особое было переживание но я не буду говорить он говорил да кто был как бы переживал поэтому большое спасибо вам что вы молились или с нами или или дома находились и я верю и я вижу есть есть результаты поэтому писание лида что на начало первое о чем молиться и что не унывать и дальше и шоу продолжает мысль это шестого стиха и сказал господь слышите что говорит судья то есть это уже история это прошла ингрид что горит судья неправедный бог ли не защитит избранных своих вопрос бог ли не защитит бог ли не вступится он ли не ответит тех которые до написано вопиют к нему день и ночь хотя и медлит защищать но сказываю вам что поддаст им защиту в конце жизни написано вскоре но мы можем ну да но у бога же один день как тысяча лет но нет то есть написано вскоре бог поддаст защиту вскоре если мы будем к нему обращаться и будем стучать но он говорит дальше но сын человеческий придя найдет ли веру на земле знаете и прежде чем войти в эту радость или получить что-то обещанное бога нам нужно согласиться и пройти определенный но путь отрезок жизни и знаете что мы думаем что если что-то бог нам сказал она обязательно исполнится независимо от того буду я принимать решение или нет найти вот часто добывает что бог что-то сказал нам да какое-то слово и мы думаем что оно исполнится даже если мы не будем принимать какие-то решения и действия вы знаете оно может исполниться но только чуть не через нас все мы знаем был недавно праздник турим до эсфирь помните что сказал мордохей да он сказал что спасение придет для иудеев может быть не и не от тебя если ты промолчишь она придет по любому но не от тебя знаете есть глобальный план божий есть воля божия на какие-то вещи и я верю что бог хочет чтобы каждый из нас он участвовал но в этих вещах и и если бы эсфири она бы не сделала бы решение да ну даже даже это было там угроза как бы жизни и смерти то написано что пришло бы то есть но только уже как бы не от тебя а ты бы просто осталась бы как бы в стороне я не хочу быть стороне друзья но я для меня самое вообще вот негативно это просто быть это в стороне находиться и нет я хочу быть как бы ну все-таки участником в божьих как бы процессах если господь что-то говорит нам многое зависит от наших решений она не исполнится ну само по себе нам нужно принять решение это же касается и наших даров знаете если мы не будем их практиковать то мы так и не узнаем какой у нас дар он будет как знаете как предаток вот здесь ты всю жизнь проходил знал что у тебя есть какой-то дар как будет обидно ли печально то есть если мы не будем практиковать наши дары то мы так возможно и не и не узнаем дары нужно практиковать усовершенствовать и обновлять это очень важные как бы моменты я думаю что многие из вас может не многие но я думаю что люди есть люди которые знают как ну кто знает какой у вас дар это очень важно то есть очень важно друзья знать какой бог заложил у вас дар это очень важно потому что если вы не будете знать вы не будете в этом совершенствоваться вот если вы не знаете есть очень хороший тест на дары, очень прекрасный. У нас когда были семинары пастырские, пастыр Дмитрий Боди, он нам дал эта программа, которая действительно, там участвует не только один я, там подсоединяются еще некоторые люди. И это очень важно. Послушайте, это очень важно. Но если ты знаешь, и ты его не совершенствуешь, ты его не практикуешь, ты его не обновляешь периодически, он просто будет оставаться как просто придатком. Бог хочет, чтобы мы практиковали эти вещи, чтобы мы служили друг другу, не для себя, а друг для друга. И я верю, что Бог, Он что-то говорит вам лично. Есть, знаете, есть какие-то общие пророчества, да, которые, ну, или аспекты, о которых мы молимся, там, провозглашаем, там, что-то делаем, да, то есть, ну, в общем-то, мы молимся за, ну, победу, да, ну, чтобы Украина, она победила. Мы молимся еще какие-то за какие-то такие глобальные там вещи, за евангелизацию, за то, чтобы люди пришли к покаянию. Но есть моменты, интересные, которые сказаны именно лично в твою жизнь. Это очень важно. Кто знает, что Бог говорил ему лично в жизнь? Конкретно, что-то Бог говорил в жизнь, да, там, ну, может, не сейчас, может, когда-то, там, через время. Я думаю, что Бог каждому что-то когда-то говорил в жизнь. Знаете, в моей жизни было одно пророчество. Это было, ну, долгое время. Мы еще служили в Любашевке, мы были на одной пасторской конференции. Ну, это не в Одессе. И знаете, на одном из служений, когда молился человек, у него было дало пророчество, он сказал мне такое пророчество, что Бог поменяет мое расписание. Ну, я думаю, а я, знаете, ну, все знают, я постоянно как бы ездил, то есть, там, где я служил, там работы взагалин нету. Мне приходилось ездить в Одессу, Любашевка, Любашевка, Одесса. Я мог уже отпускать руль, машина сама уже ехала по накатной дороге, я мог даже не рулить. Нет, это шутка. То есть, ну, как бы, я уже знал эту дорогу, я знал каждый, каждое дерево, каждый кустик, знал, что под кустиком там находится. Ну, то есть, настолько она уже была накатанная, поэтому, то есть, это. И тут Бог говорит, конечно, было сложно, было тяжело, мне были много вопросов. Думаю, Боже, это все хорошо. Мне постоянно кто-то звонит, думаю, Боже мой, что же, не знаю, происходит. Это все было хорошо, но я настолько уже как бы устал, говорю, Господь, я не знаю. Я говорю, измени что-то, просто поменяй. Я уже просто, ну, устал, знаете. И тут на одном служении будет, я поменяю твое время. Я не знал, как это, что изменится. Но через небольшое время мы передаем это служение, потому что оно приходило к своему завершению, и мы переехали в Одессу. Вот. И дальше, это еще не было все. Говорит, и я покажу тебе мое финансовое обеспечение для твоей жизни. А я такой думаю, ну, а что до этого я, это было не твое финансовое обеспечение? Ну, вроде я работал очень мало, а получал много. Это как-то, да, несовместимо. Ну, обычно, как, что мирская система ценств говорит, надо больше работать, больше работать, больше, да, чем больше. А я, наоборот, я работал мало, а я зарабатывал больше, чем те, кто работал много. Я думаю, ну, это только ты можешь, Господь, так сделать? И я не понимал, думаю, как, что значит, я увижу твою руку благословения? Я, ну, не понимал. И через время я ощутил то, что Бог сказал. Я не буду вам говорить подробности, но сейчас вот то, что Бог мне сказал, Бог изменил мое время, и он показал, как он благословляет именно своим благословением. Думаю, Боже, как здорово, как, я просто настолько благодарен Богу. И иногда, знаете, иногда мы к этому приходим, к каким-то пророчествам мы приходим как к какому-то мистицизму, да. То есть Господь должен как гром с неба что-то проговорить, да, там, сказать. Но это необязательно. Мы можем чувствовать внутри нас и понимать, что Бог что-то говорит. Я верю, что каждый из нас, он что-то чувствует в сердце. Вот, скажите, вот вы чувствуете в сердце, и вы понимаете, что да, это сказал Господь. Что да, это Бог сказал мне, ну, не знаю, что-то сделать, что-то начать. И мы иногда, бывает, ждем там конференции. Не, слава Богу за конференции пророков и такое. Но и внутри, внутри, я думаю, что мы это чувствуем. Бог говорит в нашем сердце. Он говорит и стучит в нашем сердце, чтобы что-то мы начали делать. Но если мы, если мы не будем предпринимать к этому никаких наших действий, скажу, оно все просто будет на уровне додатка. Просто вот ты услышал и все. Это очень важные моменты. Когда Бог говорил с Авраамом, Он вложил в его сердце обетование. Обетование, оно звучало так, да, всему потомству обещана земля и благословятся все народы. Ну, это там больше как бы аспект. Я просто говорю, да, то есть, что дастся земля, как бы будет твоя земля навеки, и благословятся народы, те, кто будут благословлять тебя. Все народы, они благословятся через Авраама. И вы знаете, так же самое Иосифу Бог тоже дал обетование. Мы сейчас будем говорить о воле Божьей и обетованиях. Иосифу, какой Бог дал Иосифу обетование? Спасение его семьи, да, и как бы всего, всего, как бы еврейского, там дальше, как бы народа. Вот. Но прежде, чем это произошло, им нужно было пройти определенный, ну, отрезок пути. Но не бывает так. То есть, Бог что-то сказал, ты встал, и оно раз и случилось. Им нужно было пройти этот путь. Знаете, интересно, что если Бог чему-то и призывает, то для этого должны произойти серьезные изменения. Если Бог чему-то призывает, друзья мои, должны пройти серьезные изменения. Не будет так, что Бог призовет, и все останется, все на своих местах. Произойдут какие-то столкновения, эти титанические плиты, начнут что-то... То есть, произойдет изменение. То есть, мы знаем, что Авраам, он оставил весь этот комфортный, да, образ жизни. Извините. Я его выключу. Просто он мне жужжит в кармане, и меня это отвлекает, просто отвлекает. Авраам, он оставил свое место. И Иосифу тоже пришлось, да, не сладко. И, вы знаете, есть воля Божия, есть обетование. В чем разница? Исполнять мы можем только волю Божью. А вот к обетованиям мы можем только прийти. Если что, мы делаем, исполняем волю Божью. Исполнять мы можем только волю Божью, не обетование. А к обетованиям мы можем только прийти. И в чем разница? Что такое воля Божия? И что такое воля Божия? В чем разница? Воля Божия – это то, что связано с нами. То есть, это то, что через что должны пройти мы, не сосед. То есть, это то, что связано с нами. Это наши вызовы, наши решения, наши страхи, риски, слезы, боли и так далее. А обетование, оно не всегда акцентируется на твоей жизни. Оно акцентируется, но благодаря тебе другие имеют благословение. Это разные вещи. То есть, волю Божию мы проходим сами. Она только на нас акцентируется. То есть, это то, что дано мне, то, что я должен пройти. А к обетованиям Божьим я должен прийти, но это не всегда на мне акцентируется. Но благодаря мне, благодаря тому, что я прошел, другие имеют благословение. Царица Исфирь, она стала царицей, это не есть обетование. То положение или позицию, которую она имела, это был инструмент для осуществления обетования. А какое было обетование? Защитить и спасти еврейский народ. Внести законодательство, да, или изменение, да, ну, вернее, как бы законодательство на право на защиту. Если бы она просто была царицей, если бы она не была бы царицей, она не могла бы это сделать, да? Ну, то есть, поэтому она стала царицей, чтобы это сделать. Ишуа прошел нелегкий путь. И в этом была воля Божия. Он сам об этом, да, говорил. Он сказал, помните, когда он молился, говорит, Боже, есть другой какой-то путь? Это очень сложно, это тяжелый путь. Очень сложно. Но он сказал, ну, да будет твоя воля. А обетование, которое через него мы имеем, через его смерть, мы знаем какое. Что всякий, кто будет уверовать в Вишуа, Мессию, он будет спасен. Этот путь тяжелый, он прошел сам в своей жизни. Но обетование уже распространилось на других людей. Жизнь Иосифа, мы тоже знаем его жизнь, да? Все мы хорошо знаем эту историю. Была ли воля Божия в том, чтобы он прошел через страдания? Он сказал, да нет, он сам в этом виноват. Надо было не сильно гордиться, рассказывать всем этот сон. Ну, так как бы, нет, он же там сам начал. А вы знаете. Можете себе представить, да? То есть вам приснился сон, ну, я скажу, я бы не мог бы не рассказать. Я бы не мог бы утаить вы. Я бы ждал бы утра. Так, сколько времени? А, еще час надо ждать. А, ладно, подождем, еще час подождем. А вы потом, о, наконец-то, вот теперь мое время пришло. Теперь слушайте меня внимательно. Ну, да, как бы это. Но ему нужно было через это пройти, и в этом была воля Божия. Я думаю, что ему нужно было пройти. Думаю, да. Было ли обетованием для него стать вторым после фараона? Я думаю, нет. Обетование было сохранить еврейский народ, как избранный народ и для определенной цели. И больше еще, да, то есть через этот народ пришел Ишоу Мессию. То есть в этом как бы было обетование. И для этого он был призван. И между призванием, и между призванием... Знаете, хорошо, когда мы призваны. Кто хочет быть призванным? Ну, поднимите, пожалуйста, руки. Мало рук. Я думаю, что-то не все хотят. О, уже больше. Я не буду вам давать книгу там «Опасное служение». То есть, нет, там в конце все радостно заканчивается. Поэтому я вам скажу, там в конце все заканчивается просто хэппи-эндом. Все хорошо. Так что не переживайте, все классно. Все, то есть пастырь без слез обеспечен вам. Все нормально. Ну, не только пастырь, там любой служитель, все хорошо. Вот. И поэтому я еще раз хочу сказать, кто хочет быть призванным? О, уже... Вы уже призваны. А вы избраны. Ой, Боже, видите. Знаете, хорошо. Но еще есть момент такой интересный. Между призванием и признанием есть большая разница. Ага. Знаете, Иосиф был призван Богом. Ну, да, аминь, был призван Богом. Но, к сожалению, его призвание никто не оценил. То есть он не был признан, хотя он думал, что все будет так, но никто его не признал. Он, конечно, не ожидал этого всего, да. Ни братья, ни фараон тоже. Он думал, что фараон тоже как бы, ну, думаю, что в общем он как бы не догадывался. Вот. Хотя были бы какие-то благословения. Благодаря славения. Вот. Чтобы быть признанным, нужно, чтобы тебя признали окружающие люди. А признание, оно заслуживается. Ну, Бог может тебя призвать в любой момент, в любом месте. Ну, может, ты пройдешь какой-то определенный как бы этап в своей жизни, да. Ну, вот. Но признание, оно как бы, ну, заслуживается. Знаете, иногда часто там людей ставят на служение, они такие, так, все, значит, идите сюда все ко мне, значит, я вот сейчас на служение, сейчас буду всех строить, сейчас буду всем управлять, заправлять. Как бы все, я аж, ну, видели меня, благословили, там даже руку на меня положили, как бы все, все как должно полагаться. Люди такие думают, Боже, откуда ты взялся вообще, и что мне с этим делать? Ну, бывает такое, да. Я пастырь! Всем, всем тихо-ша бояться. Есть огромная разница. И признание нужно заслужить перед людьми. Призваться легче. А вот признаться уже сложнее. Знаете, когда парень девушке предлагает, говорит, выходи за меня замуж. Ой, это чуть не... Сейчас... Классное предложение, да, вот. Это легче, ну, легче сказать, да. Ну, это как бы особо, знаешь, там, как бы что-то там... Может, полночи не спал, думал, как это сказать, как правильно сказать. Размышлял, думал, записывал, там, чтобы не забыть. Но бывает такое. Хотя в этом случае всегда все забывается. Все не так, как ты запланировал. А бывает, что вообще ничего не можешь произнести, ни одного звука. Ну, это как бы... Но доверие завоевать уже сложнее. Как бы, да, то есть, ну... Поэтому, когда мы находимся в воле Божьей... Я опять говорю, когда мы находимся в воле Божьей, это всегда приведет нас к радости. И вот интересный такой вопрос. А как же нам находиться в воле Божьей? Да, вот мы часто такой вопрос. Боже, а что есть Твоя воля? Покажи мне свою волю. Как мне находиться в воле? Я сейчас в таком нахожусь просто... Я вначале говорил, это слово называется. Не буду его повторять. Покажи мне свою волю Божью. Что есть воля Божья? Знаете, а воля Божья, это есть тот путь, по которому мы идем. Он может быть странным, этот путь, как у Моисея. Я не могу пойти, я плохо говорю, разговариваю, и вообще я не тот, я не вою. То есть, ну, как-то странно. А кто, я пойду к фараону? Да не, Господи, только не я. Он может быть непонятным, как у Враама. Иди туда, куда я тебе пока еще не скажу, но потом ты узнаешь, куда. А пока иди туда, непонятно. Куда идти? Иногда бывают у вас в жизни такие, ты что-то делаешь, но непонятно. Вот ты делаешь, вроде как делаешь. Но Бог сказал что-то делать, и ты вот делаешь. А вот не понимаешь, для чего ты это делаешь. Бывает такое. Ну, ты делаешь, потому что Бог тебе что-то делает. Ну, Бог мне сказал. А тебе все понятно? Ничего не понятно. Ну, Бог сказал мне делать. Вот я и делаю. Может быть, когда-то что-то прояснится. Он может быть непонятным. Он может даже где-то опасным, как у царицы Исфирь. Где-то нужно делать какие-то шаги, решения, связанные где-то с верой. Только по воде, пожалуйста, не ходите. Хорошо? Не надо экспериментировать по воде ходить. Попробовать как... Потому что, знаете, были такие товарищи одни. Говорят, Ишуа ходил по воде, а мы тоже попробуем. И, слава Богу, их спасли. Да, слава Богу, спасли. Все закончилось хэппи-эндом. Но они больше не пробуют ходить по воде. Поэтому... Но иногда наши ситуации, они так выстраиваются, что тебе нужно какой-то сделать риск. Я не говорю там прямо пойти на смерть, как с царицей. Но нужно сделать риск. Не нужно как бы бояться. Как апостол Павел Равшур говорит, что мы нужны все испробовать. Да, хорошего только держаться. То есть, как бы, хорошего держаться, но пытаться что-то пробовать, не бояться пробовать. Это очень важно. Он может быть с риском. Он может быть несправедливым, как у Иосифа. Бывает такое. Ты делаешь всем добро. Мы делаем... Так хочется, чтобы из-за этого добро нам отсеялось еще больше. Ну, правда? Столько добра мы сделали на этой земле. Ну, Боже мой, столько добра, столько добра. А иногда не всегда. Ну, конечно, ты себе тешишь мыслью, говоришь, что, ну, как написано, что, вся награда ж на небесах. И ты такой, да. Вся награда на небесах. И ты такой... Господь за все заплатит. Потом. Только потом. И ты хоть так думаешь, чуть-чуть порадоваться. Но вы знаете, он бывает несправедливый. Ты вроде делаешь хорошие вещи, но иногда, не всегда, но иногда... Бывают падения и взлеты. Мы можем даже быть выбиты из какого-то служения. И мы думаем, Боже мой, я оставил тебя. Я покинул тебя. Я теперь уже целый год не служу тебе. Вот у меня такая сложность была. Мы можем быть выбиты. Потому что мы не смогли пройти какое-то, не знаю, испытание или даже искушение. Или просто упали. Опять туда, куда я говорил в начале. Может быть такое, знаете. Ну, может быть. И мы думаем, Боже мой, прости. Вот так вот все плохо. Все это вот. Мы можем поддаться какому-то испытанию, искушению, как Давид. Упал Давид? Упал. Мы можем быть не оценены вообще даже нашим кругом, как не оценили Ишо. И о чем это говорит? И как это называется? Это говорит о том, что это и есть тот путь для тебя и меня. Даже если мы поступили несправедливо, не оценили, не оправдали, не пожалели, не приголубили. И мы можем даже отступить. Знаете, что верующие люди, они бывают отступают и падают. Как написано, праведник, он семь раз упадет. Мы можем уйти от служения. Мы можем сказать, я уже долгое время не служу, я такой-сякой и так далее и тому подобное. Я вам скажу, я верю, что это именно тот путь, по которому мы... Это именно Божий путь, по которому мы должны идти. И нам хочется как бы что-то изменить. Иногда люди просто убегают от этого, там, не знаю, ну, по разным как бы причинам. Но я верю на основании Писания из опыта, частичного опыта моей жизни. Это тот путь, это Божий путь. И мы часто говорим, Боже, в чем твоя воля? Покажи нам. А это и есть воля Божья. Это тот путь, по которому ты сейчас идешь. Это и есть воля Божья, что ты живешь там, где ты должен жить. Живешь в Украине, а не в другой стране. Что ты находишься в еврейской мессианской общине. Может быть, вы гости пришли, то есть, ну, там, где вы находитесь. Это тот путь, что, может быть, у вас не все хорошо, с семьей, или еще какие-то там, с детьми, или много моментов. Тебя несправедливо, может быть, со служения тебя сняли. Это Божий путь. Я в этом глубоко... Мы иногда думаем, что Божий путь, он всегда только должен быть красивый. Знаете, как всегда, вот мне сейчас вспомнилось, знаете, когда вот идет свадьба, муж, да, ну, жених и невеста идут, и тут эти цветы так вот насыпают. Вот это классно, так красиво все. Не всегда так. Божий путь, он может быть связан, и он связан с нашими падениями. Даже падение от греха. Да нет, это сатан, ну, сатанам меня как бы увел, он меня... Да, мы где-то встали, я не говорю, что, знаете, Бог потолкнул, но я рассматриваю как бы в глобальном плане эти все вещи, что, значит, нужно было через эти вещи пройти. Знаете, я хочу вам сказать одну такую вещь. Это для тех, кто взрослый. Может быть, не все поймут. Знаете, один пастырь, он был очень праведным человеком и всех строил. Ну, учил, как правильно жить. Ну, на самом деле, то есть, ну, я без как бы шуток. У него была классная семья, он воспитывал детей, все закончили, все отлично закончили, то есть, как бы все были в послушании, все такое. Но когда кто-то, допустим, ошибался или падал, он очень строго-строго относился к таким людям. Он их ставил сразу там туда, ты туда, ты как, как ты посмел, ты же Господа предал. Как ты посмел, ты же это и это. И вы знаете, другой человек, тоже пастор, ему сказал, вы знаете, что, может быть, тебе нужно упасть и согрешить, и согрешить, чтобы стать мягким к людям и понимать больше тех людей, которые так поступают. Думаешь, ну, как это так, да, то есть, Писание говорит, что кому больше проще, на тот что? Больше любит. И я думаю, я верю, я думаю, знаете, что человек, который прошел больше своей жизни, я опять же, я не поощряю вас и не говорю вас, грешите, чтобы вы больше, нет. Но я думаю, что человек, который прошел вот такой путь, он более мягкий к людям, потому что он сам его прошел. Знаете, написано у Ишуа, что он прошел все испытания, все искушения, кроме одного, да, то есть, он как бы не согрешил, потому что в его природе не было, то есть, он не мог согрешить, это была его природа. Это как бы одно из этих. Написано, что он сам прошел, и написано, что искушаемым, что может помочь. И я верю, что когда человек, он проходит в своей жизни какие-то испытания или искушения, даже падения, отступления, я верю, что это тоже Божий путь, который приведет его опять туда, откуда он ушел, и мы это видим и в Писании тоже, и мы это видим вот сейчас в современном, как бы, мире. Но такой человек, он становится более мягким по отношению к тем людям, которые тоже могут что-то сделать. сейчас, извините. почему? Потому что самое главное, самое главное вот в этом Божьем пути, почему он именно для меня? потому что цель этого пути это изменить нас. Это не выставить какую-то там пирамиду, что-то еще. Самая главная цель всего этого пути это изменить нас. Потому что самое сложное в нашем христианском пути, это даже не мир и его ценности, которые навязываются. Хотя это как-то влияет. Это даже не сатан. Самое сложное это борьба с самим собой. Это самое сложное. И этот процесс, он будет до конца нашей жизни. Мы не сможем сказать, все, мы все преодолели, теперь мы стоим рядом в ранге Иисуса Христа, теперь мы все. Нет, мы будем. И это Божий путь. Неважно, через что мы прошли или через то, что сейчас мы проходим. Мы, может быть, осуждаем себя. Может быть, я ушел с Божьего пути. Может быть, я оставил тебя, Господь. Я вот споткнулся. И мысли тут же... А вот именно сатан, он именно вот это его задача. Сатан уже приходить и говорить, вот, как с Йовом, да, вот, так и ты плохой, ужасный и так далее. Тебе надо каяться, каяться, отрекаться, и потом только Святым Духом наполнись. А вот мы к этому подходим. Это я специально хочу. Ждите. 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 Помните? И самое главное, это изменить в образе Шува и в познании Господа. Что-то у меня прыгает. Аллилуйя. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, теперь о радости. Наконец-то. А вы знаете, что в Писании о радости сказано 365 раз. Это в общем, это говорится о том, что мы радовались, мотивация к радости, там, поощрение, чтобы мы, то есть, как бы, вот, интересно. И столько же сказано, как вы думаете, о чем еще? Нет. Еще сказано, не бойтесь. Столько же, такое же количество. И это о чем? О том, что, почему 365 раз сказано? Правильно. Тоже, надо вдвойне радоваться на воскресенье год. Что такое радость? Это не просто эмоции. Я просто, смотрите, я просто говорю, я говорю о том, что все, что у нас происходит, все, через что мы проходим или переживаем, как бы, мое, как бы, послание к стране о том, что все, через что мы проходим, оно в любом случае приведет нас в состояние радости. Это в любом случае. Мы не уйдем в какое-то небытие в любом случае. Если мы находимся в воле Божьей, а я верю, что мы находимся в воле Божьей, даже когда мы этого не понимаем, не осознаем, последняя точка, финишная точка, мы придем в состояние этой радости. И вот в Писании, да, об этом как бы сказано, да, то, что радость, это не просто эмоции или успех, или духовный энтузиазм. Это состояние нашего сердца. благодаря, ну, конечно же, Рооха Кодрис, Святому Духу. И вот в Галатам 5 глава написано, 23 стихи, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. И там написано, да, плод же Духа, радость. Интересно, что в современном, интересно, переводе написано, что Дух Божий, Он порождает радоваться. Ну, то есть, Он порождает радость. И радость, или вот то, что мы пели сегодня, Симха, да, это, знаете, вот состояние, Бог заложил даже в нас это состояние, как свидетельство нашей вечной природы, что мы, как бы, ну, все идем, то есть, это, знаете, как заложено на ДНК, на ДНК уровне, что наша природа, она вечная. Но я говорю о нашем, как бы, внутреннем, как бы, человеке. Что это Богом заложено, как бы, да, то есть, что мы все-таки, ну, мы вечны, и мы идем туда, куда, ну, куда Господь нас приготовил. Это очень важно. Вот. Когда мы живем тем, что при любых обстоятельствах Господь обращает все в славу, в свою славу, и на этой земле или в конце жизни, или в конечном счете мы идем на небеса, и радость, это и есть та часть нашей вечной природы. Я буду заканчивать уже, потому что время идет. Я хочу зачитать еще одно место писания в конце. Мы должны понимать, что мы есть Божий путь, по которому мы идем, да, он не всегда легкий, но этот путь, он в любом случае приведет нас вот в это состояние. И не всегда это, то, что в конце жизни, это аминь. Мы в любом случае будем в конце жизни радоваться, смеяться, но бывает такое, что да, ты прошел какую-то проблему в своей жизни, ситуацию, а потом смотришь на нее, тут вроде ты там плакал, да, тут смотришь на нее, думаешь, Боже, а вообще какая она смешная эта ситуация, да, вообще, ты просто смеешься, думаешь, Боже, как я, конечно, ну, просто интересно это все я проходил. Писание, оно всегда направляет нас, что конечный путь, он приведет к радости, даже, и не, это не говорит о том, что только в конце жизни. Мы в этой жизни, мы по-любому получим то, во что мы верим, когда мы идем по Божьему пути, и мы смотрели героев веры, кто-то ждал 12-13 лет, кто-то меньше, больше, женщина вообще, я думаю, что, мне кажется, что она не больше трех дней достала того судью, но иногда есть такой талант у наших сестер. Нет, это я, это хорошо, это хорошо, потому что мужчин нужно, знаете, им нужно, да, правильно вы сказали, они будут тут говорить, вдохновлять. римлянам 8-я глава, при том знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Интересное местописание, я буду дальше продолжать. Он говорит, при том мы знаем, что любящим Бога и призванным все содействует ко благу. Даже тот тяжелый путь непонятный, несправедливый, непонятливый, странный. Это есть Божий путь, который приведет тебя ко благу в любом случае. И дальше, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Бог за вас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как и с Ним не дарует нам и всего. Дальше, кто будет обвинять избранных Божьих? Кто вас обвиняет? Если вы сами себя обвиняете, это ложь. Если Сатан обвиняет, то нужно тоже с этим разобраться. Тут вопрос, кто может вас обвинить? Если мы смотрим в начале, если Бог за тебя и за меня, теперь кто, я могу сказать, перефразирую, кто посмел или кто дал право вас обвинять? Бог оправдывает. Дальше, кто осуждает? Кто дал право осуждать? И что Мессия умер, но и воскрес? Он и одесною Бога, он и ходатайствует за нас. И дальше, что отлучит нас от любви Божьей? Что может отлучить от любви Божьей? Ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни голод, ни нагота, никакая опасность, никакой меч. Тут идет местописание текст вопросами. Что может? Что может? Теснота? Нет. Глубина? Ну, по воде же мы ходим, я хожу по воде, меня не отлучают от любви Божьей, я говорю, Господи, спасибо, тебе, что скоро придет, это просто откроются врата и куда-то я выплыву. Выплыву куда-то, просто выплыву. Знаете, хочу вернуться еще в этот момент, когда у нас пошел дождь, в этот момент у меня ночевал очень-очень хороший возлюбленный брат, который поет здесь, вы все знаете, он два дня меня уговаривал поехать на рыбалку. Просто уговаривал меня позже. Если я скажу да, если сказать, допустим, у меня есть дети, если сказать им да, они же меня от меня не отцепятся. Они за горло возьмутся, папа, ты сказал да. как ты посмел, как ты смел, я буду себя чувствовать хуже, просто я грешник, лучше провалиться. Поэтому я, я молчал. Я просто смотрел на него и молчал. Думаю, ну, ну все же может быть. И вот он показывал видеоролики, какие там прямо, так вот, посмотри, вот как. И тут, через несколько дней, этот, лейся дождь, есть такая песня. Я утром встаю, бужу и говорю, хочешь на рыбалку? Он, да. Я так понял, что он подумал, что все-таки он достиг моего сердца, расположил моего сердца, потому что он только проснулся, но не понимал. Говорю, ну тогда идем. Он, сейчас, я говорю, идем. Мы вышли, говорю, Зачем? Зачем нам? Я, кстати, скидывал видео в нашу отдельную группу, у нас есть отдельная группа, да не для всех. Если хотите, я вам отдельно поделюсь этим видео после служения. Я вам покажу. Это просто, говорю, смотри, вот тебе и рыбалка, и природа. Только не хватает нам завести рыбок, удочки есть. Ты представляешь, какая-то романтика, какая-то экзотия вообще. Представляешь, вот сейчас вот идет мобилизация, вот если нас застанут в таком состоянии, это нам не нужно белый билет. Нас в армию точно не возьмут. В армию нас точно не возьмут. А еще и скажем, заходите к нам вместе порыбачим. Это просто стопроцентный отвод от армии. Ну какая прелесть, да, вот можно в этом найти радость или нет? Друзья мои, что отлучит нас от любви Божьей, от глубины, от широты, от узкоты, даже если мы живем в квартире метр на метр. я жил однажды в такой квартире, ты просыпаешься, так вот ты встал с дивана, а тут у тебя ручка перед глазами. Ну в принципе, знаете, хорошо, что на работу я не опаздывал, потому что ты пока пройдешься по комнате, пока откроешь, а так встал, быстренько открыл, а уже носом, вот ты открыл и пошел на работу. Теснота, ничто нас не отлучит от любви Божьей. Как написано, но все это, все это преодолеем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, видите, я об этом говорил, это не другая какая тварь, не сможет, это слово тут не сможет, ей не дано этого сделать. Надо читать правильно, ей не дано, она не сможет, если попытается, она не сможет отлучить тебя и меня от любви Божьей вешу у Мессии Господи. нашим. Аллилуйя. Слава Господу. Идет. ahu 봐. Открыть и метеор. О, и он.